Детская новая волна, детское Евровидение, битва талантов. Во всех этих федеральных проектах принимают участие ярославские дети. И мы этим гордимся. У нас сегодня в гостях руководитель Академии популярной музыки Игоря Крутого, Мила Хачинянц и ее воспитанники. Привет! Привет! Мила, рассказывай, на самом деле у нас такие талантливые в Ярославле дети, что они могут участвовать в федеральных проектах? Или это какая-то счастливая случайность? Нет, это не счастливая случайность. Это у нас действительно есть достойные ребята, которые обучаются у нас в Академии Игоря Крутого. И мы готовим на профессиональном уровне. И мы с открытым лицом, счастливым, везем этих детей, показываем. И, соответственно, проходят они через многочисленные кастинги, отборочные туры, и попадают в проекты, и участвуют, и добиваются. У нас вот Юля Солнышкова... Юля, помаши ручкой. Прошла через многочисленные кастинги всероссийские, попала в группу «Сказочный патруль». Одна из солисток входит, она сейчас в группу, ездит в Москву, отрабатывает программу, сейчас будут съемки клипов и так далее. Настя Степанова у нас полуфиналистка детской новой волны 2017, и также полуфиналистка «Битвы талантов» 2017. Музыка 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 Я считаю, что достаточно высокий уровень для нас, потому что до полуфинала дошли из 90 человек детей всего шесть, и она в эту шестерку вошла, и мы на самом деле были горды этим. Ты молодец. Есть дети с 4 до 7 лет, у нас очень большие группы такого возраста, и они уже сами работают на сцене, сами лично, то есть никто без помощи. И в данный момент у нас Артиньян Анна ездила в Москву на день рождения города Москвы и выступала на сцене огромной в парке Победы. И когда ребенок выбежал из-за кулисы, и говорит, мама, там столько народу! Но ее это не поразило, она выступила, она сделала все то, что от нее требовалось. Они пели с Диной Гариповой, это победительница проекта «Голос». И также у нас присутствуют девочки-танцоры шоу-балета «Новая волна», которые участвуют также в подтанцовке у звезд на детской «Новой волне». Это Артиньян Анна, Далманова Анастасия, и Копнина Копнина Копнина. Также Далманова Настя и Ксения у нас Копнина готовятся уже к детскому Евровидению, которое будет проходить в Грузии. Они будут поддерживать и создавать красоту номера нашей представительности от России, Богусевич Полине. Мы уже готовимся, и вот уже в пути, одной ногой уже там. Чемоданы уже собрали, девчонки? Я пока не собрала чемоданы. Ну вообще, вы горды тем, что вы попали в эти проекты? Да, конечно, мы очень гордимся и даже рассказываем родственникам, они нас смотрят. Самое главное – прорваться куда-то, победить вот это. Как, на ваш взгляд, почему вам удается? Ну, все благодаря нашим тренерам. Они нас готовят. Мы им очень благодарны за постановки танцев. А сколько раз в день или в неделю вы тренируетесь? Три раза в неделю. Три раза в неделю? Мило хватает три раза в неделю, чтобы вот на такой уровень выйти? Ну, смотря какого уровня сам ребенок. Если он достаточно того уровня, что просто слепить, грубо говоря, да, то им и два дня достаточно в неделю, и один день достаточно. Но когда ребенок приходит с нуля, начинает заниматься, то как минимум три-четыре раза в неделю он нам нужен. Что определяет вообще успех? Талант изначальный от природы или трудолюбие? Наверное, все-таки трудолюбие. Потому что талант, особенно у детей, он может не быть его сначала, но со временем, в связи с тем, что у нас такая сфера, они друг с другом общаются. Ребята, кто поехал, кто приехал, приезжают, рассказывают. Так, так, а вы знаете, здесь вот так было. И они друг от друга учатся. И вот, конечно, просто выступить, отчетный концерт, как у нас бывает в Ярославле, да, это одна сфера. Но когда дети приезжают на такую огромную сцену, и там 7 тысяч зрителей, которые на тебя смотрят, это совсем другое. И когда они вот это видят и получают энергию от зрителей, они, конечно, после этих поездок вообще другие детки. И, конечно, они видят свои минусы и плюсы, и над этим, опять же, работают, чтобы все повышать, повышать свой уровень. Есть ведь люди, которые только приходят, да, а есть, которые где-то занимаются в других коллективах. Вот у вас, вы кого больше привлекаете? Мы привлекаем на самом деле всех, но, опять же, также мы сейчас открываем новый проект. Просто очень много я знаю, я вижу, я смотрю все коллективы, просматриваю всех практически детей. И мне хочется, конечно же, чтобы талантливые дети города Ярославля присутствовали в этих проектах. Потому что наши проекты, они телевизионные проекты. И зрелищность, конечно, дают танцоры своей массовостью, своей красотой и так далее. И очень много детей, которые действительно достойны в этих группах быть. Готовы принять всех детей из разных коллективов, не бросая своих коллективов. Я знаю, что это очень сложно, чисто психологически, для детей, для тренеров. Но мы готовы делать один раз в неделю подготовочный такой для всех танцоров города Ярославля. Бесплатно? Конечно же, бесплатно. Мы готовы пойти на это, потому что нам нужно показать, что действительно Ярославль достойна. Мы, когда ездим на телевизионные проекты, режиссер спрашивает, откуда вы, ребята? Все такие, мы из Ярославля. И опять Ярославль. То есть мы оккупировали практически все телевизионные наши детские программы. Но действительно они достойны. И я хочу показать, что мы готовы на все выезды. Потому что у нас очень много программ, и все у нас больше, больше и больше. Ну что ж, а мы будем следить за успехами наших ярославских детей, за конкретно вашими успехами. И хотим, чтобы потом уже из детского Евровидения, из детской новой волны вы переходили уже в взрослые проекты и прославляли наш Ярославль. И чтобы лет через 10, когда вы станете уже серьезными звездами и будете приезжать с сольными концертами к нам сюда, в Ярославль, не забывали давать нам интервью. Приходить в нашу студию, да. Спасибо большое вам. Спасибо.